Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего доклада – анализ профиля экспрессии микро-РНК в клетках постного мозга при лимфоидных и мелодных опухолях. Среди наиболее актуальных проблем современной онкогематологии, пристальный интерес вызывает особое нарушение постномозгового кровотворения, имеемое дисплазией. МДС делят на первичные возникающие ДНОВА и описывают как группу клональных заболеваний гемопоэтических стволовых клеток, характеризующихся морфологическими диспластическими изменениями в клетках одной или нескольких линий гемопоэза и повышенным риском развития острого мелодного литопа. Кроме того, выделяют вторичные мелодисплазии – это МДС, которые развились на коне предшествующей цитостатической терапии, вторичные МДС при аутоиммунных, инфекционных заболеваниях, солидных опухолях. И особый интерес в рамках данного исследования вызывает МДС при злокачественных лимфомах без предшествующей терапии. Вторичным МДС в патогенезе поражения постного мозга на данный момент определенного места еще не найдено. В целом МДС представляет собой одну из наиболее сложных проблем гематологии как с точки зрения диагностики, так и в плане лечения. Дифференциальная диагностика первичных и вторичных МДС по морфологическим признакам не всегда надежна. Кроме того, на ранних этапах развития заболевания весьма трудно отличить ранние морфологические изменения, связанные с дисплазией, от других синдромов недостаточности постного мозга. В частности, случаев дефицита витамина В12, а также поливодефицитной анемии. Кроме того, стоит отметить и диапатические изменения неопределенного потенциала. Интересной группой в данном категории заболеваний являются случаи соматических мутаций в гемопоэтических клетках пожилых людей без признаков гематологических нарушений, так называемый возрастной клонарий гемопоэс с неопределенным потенциалом. В большинстве случаев он сопровождается одиночными мутациями и цитогенетическими перестройками, характерными для первичного МДС. Однако детально патогенез этого состояния не изучен. Вторичный МДС при неходжкинских злокачественных лимфомах связан с цитопениями в периферической крови и нарушениями морфологии клеток костного мозга, подобно тем, что встречается при первичном МДС. Эти нарушения относят к признакам дизэритропоэза, дизгромоцитопоэза и дизмегакариоцитопоэза. Аномалии клеток костного мозга очень разнообразны и встречаются в виде поражений одного ростка кровотворения, либо мультиростковых мелодисплозитов. Так, при дизэритропоэзии характерно присутствие крупных мегалобалстоидных форм с диссоциацией созревания ядра и цитоплазма. Встречаются многоядерные формы эритрокариоцитов и клетки с цитоплазматической перемычкой, так называемым цитоплазматическим мостиком, что является следствием нарушения нарушенного метода. Важным открытием является тот факт, что у больных с неходжкинскими злокачественными лимфомами с признаками дисплазии эритроидного ряда анемия встречается почти в два раза чаще, чем у пациентов с нормальной морфологией клеток костного мозга. И в совокупности эти факты ассоциированы с высокими темпами опухолевой прогрессии, низкой выживаемостью и резистентностью к проводимой терапии. При дисгромоцитоплазии в периферической крови имеют место гипогранулярность и гипосегментация ядерных метрофилов, так называемая пенгеризация. При дисгромоцитоплазии к признакам дисплазии относят такие особенности, как микроформы мегакариоцитов и в костном мозге более выражены качественные аномалии мегакариоцитов, чем количественные. В периферической крови при тромбоцитопении морфологические аномалии тромбоцитов представлены гигантскими формами гипогранулярными или гипогранулярными тромбоцитами. Программа лечения первичного МДС и вторичной мелодисплазии радикально отличаются. Таким образом, с практической точки зрения, проблема поиска критериев дифференциального диагноза первичного МДС и вторичной мелодисплазии при закачественных лимфомах, а также неопухолевых патологий, является чрезвычайно актуальной. Кроме того, важно ответить и на фундаментальные вопросы о механизмах влияния локально расположенной вне костномозговой обуви, на генопоэтической микроокружении и костномозговое правотворение в целом, при возникновении вторичного МДС. Молекулярные маркеры все чаще используются для описания МДС и позволяют отличать этот диагноз от других нарушений костного мозга. Необходимо признать, что в настоящее время нет универсальной прогностической школы, которая включала бы в себя все значимые параметры для МДС. Основным препятствием для понимания реального прогноза развития заболевания и эффективного лечения МДС является недостаточное знание биологии заболевания. Актуальной задачей клинической алкогенотологии является поиск дополнительных молекулярно-генетических маркеров с возможностью интеграции в уже существующие международные диагностические критерии. И одними из наиболее перспективных маркеров в данном контексте являются микро-РНК. Микро-РНК – это малонекодирующие РНК, регулирующие свои гены мишени на посттранскрипционном уровне. Зрелые микро-РНК имеют длину в диапазоне 20 нуклеотидов. И в большинстве случаев взаимодействуют они с МРНК мишеней за счет полного либо частичного комплементарного связывания определенного специферичного участка у микро-РНК и штрих-упер МРНК мишени. Степень комплементарности определяет, происходит ли расщепление МРНК мишеней или ингибирование трансляции. Полученные на сегодняшний день результаты о роли микро-РНК при опухолевых заболеваниях различного генеза указывают на высокий потенциал использования микро-РНК в качестве инструментов при дифференциальной диагностике первичной и вторичной мейлогисплазии. Микро-РНК обладают высокой стабильностью, в отличие от МРНК, что позволяет использовать их в исследованиях материалов костного мозга с парафиновых блоков или фиксированных предметных стекол. Также стоит отметить, что возможность неполной комплементарности связывания обуславливает наличие у одной микро-РНК более 100 генов мишеней, образуя тем самым сложные сети. Сформирован ряд информационных ресурсов, позволяющих прогнозировать гены мишеней для микро-РНК и тем самым идентифицировать микро-РНК, которые являются максимально специфичными для исследований заболеваний. Таким образом, микро-РНК можно анализировать как с точки зрения фундаментальных, так и прикладных задач. Гемоплоэз – это процесс образования клеток крови, который начинается в раннем эмбриональном периоде и является фаскадом деления дифференцированной мультипатентной гемоплоэтической стволовой клетки. Понимание молекулярно-генетических механизмов регуляции нормального гемоплоэза позволит понять причины возникновения и развития опухолевых заболеваний крови. В поддержании нормального гемоплоэза участвуют как генетические, так и эпигенетические механизмы регуляции, включая микро-РНК. В частности, баланс между обновлением и дифференцировкой стволовых клеток также контролируется в микро-РНК, ну и также, конечно, другими транспорционными факторами. При установлении диагноза МДР сосновывается на выявлении диспатических изменений одного или нескольких ростков гемоплоэза. Анализ литературных данных показал, что микро-РНК контролирует каждый этап кровотворения. Одни микро-РНК активируют, а другие блокируют процессы дифференцировки предшественников в зрелые клетки крови. Микро-РНК являются одними из регуляторов нормального гемоплоэза. Неудивительно, что изменения их уровня экспрессии способствуют развитию гемоплоэтических неоплазий. В течение последних 10 лет опубликован ряд масштабных исследований, направленных на изучение профиля экспрессии микро-РНК при МДС. И полученные данные противоречили, что, вероятно, связаны с различным типом и качеством исследуемых образцов, методами анализа, а также вариантами статистической обработки данных. И тем самым все это требует продолжения исследований. Стоит отметить, что нет публикации о роли микро-РНК при вторичных поражениях костного мозга в предлокачественных лимфомах. Таким образом, анализ профиля экспрессии микро-РНК в костном мозге в предлокачественных лимфомах является актуальной и новой областью для исследования. В качестве материала для исследования использованы препараты костного мозга, полученные от пациентов, с верифицированными диагнозами ОМЛ, лимфомы Ходжкина с поражениями костного мозга, неходжкинские лимфомы с поражением костного мозга и неопухолевые патологии с реактивными нарушениями мелопоиды. Экстракция микро-РНК для анализа проводили с помощью мультиплексной технологии на string encounter, позволяющей определять абсолютное количество 800 микро-РНК в образце. Анализ результатов выявил порядка 100 микро-РНК, дифференциально экспрессированных между МДС и неопухолевыми патологиями. На данном этапе исследования мы выбрали 17 микро-РНК. Далее анализ уровня экспрессии этих микро-РНК, уже сформированный в выборке исследуемых образцов, проводили методом ОТПЦР в реальном времени. Статистическая обработка данных выполнена с использованием непараметрического коэффициента манна-пуинфи. В результате исследования получены статистически достоверные различия относительных уровней экспрессии в 8 микро-РНК при сравнении у МЭЛ и неопухолевых патологий, 9 микро-РНК между группами лимфом Ходжкина с поражением костного мозга и неопухолевыми патологиями, и 6 микро-РНК дифференциально экспрессированы при сравнении групп неходжкинских лимфом с поражением костного мозга и неопухолевых патологий. С фундаментальной точки зрения полученные данные указывают на наличие общих механизмов развития неоплазий костного мозга вне зависимости от лимфоидного и неопухолевого происхождения опухолевых. А также выявлены микро-РНК, обладающие сходными изменениями при мелоидных заболеваниях крови в сравнении с неопухолевыми патологиями. А также полученные данные говорят о уникальных путях регуляции развития поражения костного мозга при злокачественных лимфомах. В частности, микро-РНК 96 и ЛОД7 являются специфичными для поражения костного мозга на фоне злокачественных лимфомов. В заключении стоит отметить, что, безусловно, в продолжении исследования планируется увеличение исследуемых выборов, а также полный анализ всего спектра микро-РНК, полученный при стрининговом исследовании платформы NanoString. Но уже сейчас можно предположить, что дифференциальная диагностика опухолевых гематологических заболеваний от реактивных состояний костного мозга на основе профиля экспрессии микро-РНК позволит повысить точность и информативность ранней диагностики опухолевых и предопухолевых поражений костного мозга, а поиск дополнительных прогностических маркеров для диагностики как МДС-ДНОГО, так и вторичных поражений костного мозга позволит максимально персонализировать проводимое рактивное. Благодарю за внимание.